В Красноярске сильные дожди стали не редкостью. Вот и на днях опять они ожидаются. А при нынешнем уровне воды в водохранилищах это приведет и к увеличению, естественно, сброса воды и на Красноярской ГЭС. Беспокоиться, с одной стороны, не нужно. ГЭС является надежным регулятором уровня Енисея. Но, глядя на наводнение в Преамурье, задумываешься, а так ли все хорошо у нас в плане предотвращения подобного. Владимир Аракелов разбирался в этой теме вместе с экспертами. Паводковая ситуация в Амурской области в эти часы ухудшается. По предварительным оценкам местных властей, сумма уже превышает миллиард рублей. Чтобы жилые дома не затопило дабы, в Симугорке будут уже приедуть сутки без перерыва. Новости с Дальнего Востока, как сводки с фронта. В Хабаровский Амур поднялся еще выше. Вода уже на метр превысила исторический максимум. И это еще не пик наводнения. Он должен прийти со дня на день. И одежда, и продукты питания, и ковры. Ну что ж, хаты можно спасти, и все вот сюда, а куда. Представить дальневосточную катастрофу на Красноярской земле Александр, житель комплекса Белые Россы, не может. Прогуливаясь с дочкой по свежеотсыпанному бульвару Ерыгинской набережной, там, где еще пару лет назад была вода, он уверен, к его дому Енисей никогда не подберется. Не напугало, знали, что отсыпано здесь, потому что на наших глазах как бы все строилось. Просто специально брали ближе к реке, чтобы проносит воздух свежий и пар, как бы деревья, лес рядом. Подобные точки зрения, похоже, придерживаются и многие строительные компании Красноярска. Строить в центре уже почти нет возможности, а предлагать людям жилье в двух шагах от работы – это требование времени. Нужные квадраты стройфирмы отвоевывают у Енисея. Такие строительные площадки, как у комбайнового завода или Белые Россы на Пашином, при всех их плюсах, сужают берега Енисея. Но сбавлять темпы строители, как говорят сами, не намерены. Это сужение будет способствовать повышению еще большего уровня воды. Ситуации, подобной Хабаровской, в Красноярске не повторится, уверен заместитель директора НИИ гидротехники и милиорации Михаил Чернятин. От внезапных паводков город защищают Саяна-Шушенская и Красноярская ГЭС. Их специалисты контролируют сбросы воды. Однако сейчас дно Енисея в городской черте покрыто илом и мусором, а линия берега значительно уже. Ученые еще в 2010 году составили примерную карту возможного подтопления Красноярска. По ней видно, что в случае чего под водой оказываются оба острова, набережные левого и правого берегов, затоплен район Качи. Многие из этих районов считаются перспективными для застройки. Это кадры памятного многим красноярцам наводнения 2006 года. Тогда под водой оказались десятки дачных участков, полностью была затоплена набережная, оказался залит строящийся торговый центр «Огни». Чтобы справиться с паводками и дождями, Красноярская ГЭС работала на полную мощность, выпуская ежесекундно 10 тысяч кубометров воды. Что будет, если подобный объем пойдет сейчас? По суженному руслу не обязательно спрашивать специалистов. Ответ дает физика. Вода поднимется гораздо выше. На нашей территории, на территории Красноярского края, водосборном бассейне, значит, Енисея, значит, Красноярской ГЭС, если на шутках, выпадет месячная норма осадка, мы ее уже сдержать не сможем. Повторится 2006 год? 2006 год повторится еще, может, в большей степени. Кто позволяет стройфирмам возводить многоэтажки прямо вдоль набережных, меняя русло Енисея? С этим вопросом мы обратились в департамент градостроительства Красноярска. Там ответили, добро на застройку водоохранной зоны компании получают чуть ли не на уровне федерации. Так, для возведения белых роз на Абаканской протоке стройфирма получила разрешение от шести контор, среди которых есть и краевое управление по ГОЧС и федеральная служба природопользования. Но ученые-гидрологи говорят, сейчас Енисей в таком состоянии, что впору думать не о новом строительстве, а о переселении, уже живущее в зоне вероятного затопления. Сейчас, сообщает в Енисейском бассейновом управлении, Красноярская ГЭС раз в сутки открывает шлюзы, чтобы сбросить 5000 кубометров воды в секунду. 5000 – это ровно в половину, меньше максимума. Достаточно, чтобы держать уровень воды в хранилище под контролем. Но после наводнения на Дальнем Востоке красноярцы тревожатся, когда топит набережную Укица. Как правило, максимальный уровень в Красноярске наблюдается в ночное время, в 0 часов или в час ночи. И вот за последние двое суток они составляют приблизительно 325 сантиметров. При таких уровнях отмечается незначительное подтопление нижнего яруса левобережной набережной. При этом, сообщают в МЧС, в последние дни августа и первые дни сентября в Верховьях Енисея ожидаются сильные ливни. Это приведет к повышению уровня воды в водохранилище еще на 10-20 сантиметров. Но повода для беспокойства нет. Это повышение можно контролировать. Конечно, если дожди не затянутся, как на Амуре. Ведь прогноз погоды, скажет любой синоптик, штука недостоверная. Владимир Ахилов, Иван Марков, Павел Патолицин, СТС Прима. Новости. Новости.